Продолжаем наш эфир. Ну и от доносчиков давайте поговорим о более насущном, ведь у нас есть западные партнеры и нам тоже очень важна их политика. В 2024 году Великобритания намерена сохранять уровень помощи Украине или даже его увеличить. Об этом заявил министр странных дел Британии Дэвид Кэмерон, сообщая об этом в здании The Guardian. Давайте обсуждать, в чем же будет состоять британская помощь. Егор Брайлин, кандидат исторических наук, аналитик Центра исследований Детектор Медиа, подключается к нашему эфиру. Здравствуйте, Егор. Здравствуйте, Егор. Здравствуйте, здравствуйте. Ох, да, прям чувствуется, что вы на морозе, поэтому за это отдельное вам спасибо, что включаетесь. Знаем, что не жарко. Итак, скажите, пожалуйста, вот 5 октября премьер-министр Риши Сунок заявил, что Лондон выделит 500 миллионов долларов гуманитарной помощи для Украины на зимний период. А что еще нам даст Британия? Ведь нам нужно, учитывая нынешний фронт и учитывая масштабы войны, больше, больше. В первую очередь нужно отметить, что Великая Британия будет нас в дальнейшем поддерживать. Почему это ей выгодно? Потому что после выхода из Европейского Союза Лондон увидел в нем новые возможности для внешней политики. И это усиление в Центральной и Восточной Европе, это усиление в Черноморском регионе. И в начале октября я имел шанс быть участником Варшавского форума по безопасности. Там я записал интервью с министром по инотахиканскому региону Анна Маритревельяна, как раз отвечает за усиление Британии в Азии. И она мне сказала, что для Британии очень важно соединять европейскую безопасность и азийскую безопасность. И мы понимаем, что в Британии ограниченные ресурсы в сравнении с США, но все-таки Британия продолжает нас поддерживать, потому что они понимают, что это важно в первую очередь для них, и что мы, если Украина проиграет, то это будет плохо всем. Именно поэтому Британия нас так сильно поддерживает. В 2024 году Британия будет развивать союз ОУКУС. Это Великобритания, США, Австралия. И вот недавно была встреча трех министров обороны в Калифорнии. И для нас нужно понимать, что Британия является главным соединяющим звеном США, потому что это ключевой союзник для США именно поэтому без Британии нам будет очень сложно общаться с американцами. Егор, вернемся еще к Британии чуть позже. Ну, раз вы вспомнили о форуме безопасности, в котором принимали участие, присутствовали на нем. Вот какие у вас ощущения? Британия готова помогать, это хорошо, другие страны Европейского Союза. Готовы ли они усилить помощь, подставить плечо Украине, хотя бы даже во время той паузы, которая сейчас возникла из-за американского конгресса с помощью американской? Ну, мы видим, что таким странам, например, Польша и Германии, им очень сложно сотрудничать через исторические споры, потому что поляки помнят о Второй мировой войне, именно поэтому они не сильно воспринимают немцев как партнеров в плане двусторонней оборонного сотрудничества. Но все-таки мы видим, что могут быть какие-то дальнейшие проекты. Но я бы очень сильно надеялся на страны Балтии, на Нидерланды, на Францию. Мы должны показывать результат на фронте. Это, конечно, очень просто сказать, но сложно сделать. Но все-таки наш успех зависит от того, будут ли готовы партнеры передавать нам технологии. То есть пока что мы получаем оружие. И какая-то общая атмосфера на этих форумах, она такая, что, безусловно, общая поддержка Украины слабеет. Но это все связано с тем, что усиливаются популистические движения в странах Европейского Союза. Мы видим это по Словакии, по Польше. Но все-таки я остаюсь оптимистом, что Украина сумеет в дальнейшем объединить Европейский Союз и НАТО, потому что без этого само НАТО не будет таким весомым альянсом в мире. Потому что Украина вернула смысл НАТО 24 февраля прошлого года. И НАТО сейчас перевооружается. И если мы говорим о США и, в принципе, о европейских странах, то они тоже перевооружаются, потому что они понимают, что все идет к большой войне. И наша главная задача доносить партнерам... Буквально в конце ноября я был на конференции в Берлине от фонда Аденаура и Четтемхауза. Там как раз про Европу была конференция. Там как раз глава программы Америк в Четтемхаузе задала вопрос, что, а что будет, если США не предоставляют помощь Украине в 2024 году? Как мы будем в дальнейшем поддерживать Украину? Я ей объяснил, что мы надеемся, что такого не будет, и нам нужно формировать свои стратегические нарративы. То есть мы понимаем, что российская дезинформация активно работает в странах Запада, и они говорят, что зачем поддерживать Украину? Она коррумпировая страна, и поэтому нет дальнейшего выбора, и это все еще подталкивает нас к переговорам, которые, понятно, не хотят Украина их проводить по понятным причинам политическим. Егор, скажите, пожалуйста, вот министр иностранных дел, о котором мы уже упоминали, Дэвид Кэмерон, заявил, что следует не только замораживать российские активы, но и начинать их уже отправлять на помощь Украине, на восстановление. Он даже сказал, что эти деньги, по сути, являются авансовым платежом за репарации, которые Россия однажды все равно заплатит за незаконное вторжение. И говорит, что если сейчас не начать этого делать, то будут улыбаться два человека. Это Владимир Путин и Си Цзиньпинь. Ну, довольно мощная позиция, однозначная. Скажите, о какой сумме идет речь, какие, возможно, есть информации о том, сколько российских активов находится в Британии, какой суммой располагает министр? Или о какой говорит хотя бы? Ну, это однозначно сотни миллионов фунтов, потому что Россия вкладывала очень много денег в Британию в течение прошлых 30 лет. Не зря есть такой термин, как Лондонград. И тут важно отметить лидерство Канады. Канада была первой из стран Запада, которая заявила о замораживании российских активов. И Великобритания как раз последовала ее примеру. И мы будем надеяться, что примеру Британии последует США. То есть, в принципе, там есть юридическая загвоздка, что куда именно пойдут эти деньги. Мы хотим, чтобы эти деньги пошли на восстановление Украины, на восстановление инфраструктуры, школ, больниц, которые уничтожили российские оккупанты. И очень важно понимать, что нужно как много быстрее изолировать Россию, потому что Россия, она хочет избежать санкций. Именно поэтому она работает с такими государствами, как Турция, Иран, Китай, Индия. Что с помощью этих стран Россия хочет торговать, и чтобы получать больше денег на войну. И я думаю, что если Великобритания сделает замороз категорических активов, нам нужно будет четко показать, куда эти деньги пойдут. Потому что для британцев очень важно, ну и в принципе для любых стран-партнеров, которые нас поддерживают, тем очень важно видеть прозрачность с украинской стороны, куда именно эти деньги пойдут. И я очень надеюсь, что мы сможем показать, куда эти деньги пойдут как можно быстрее, если эти все активы не окажутся в руках Британии. Мы помним долгую эпопею с тем, как Роман Абрамович продавал свой футбольный клуб Челси в прошлом году. Но будем надеяться, то есть в принципе российское влияние в Британии остается, но британцы его уменьшают. Это важно. Спасибо вам большое, Егор, за участие в эфире. Или, Алексей, у тебя был вопрос? Ну, там в поддержку, в продолжение темы Кэмерона, хотелось бы отметить, что он выступил в поддержку Украины перед Конгрессом США и призвал все-таки не делать рождественский подарок Путину и проголосовать за выделение военной помощи Украине. Но при этом он сказал, что решения других стран Европейского Союза могут опираться на вот это решение Конгресса США. Как вы считаете, может ли быть это голосование прецедентным для других наших партнеров? Да, безусловно. И я очень сильно надеюсь, что в США проголосуют за эту помощь. И по поводу Кэмерона, знаете, многие британцы, они не сильно были рады, когда Кэмерон стал новым главой МИД Великобритании. Потому что они помнят его политическое наследствие, Brexit именно поэтому. Но, по моему мнению, это все-таки усиление. И Джеймс Клеверли стал министром внутренних дел. Там очень серьезные проблемы с миграционной политикой. Это схема с Руандой, что отправляют нелегальных мигрантов из Британии и в Африку. Но будем надеяться, что Британия поможет убедить американских партнеров, что нужно поддерживать Украину. И мы будем надеяться, что американские политики, они поддержат и финансирование своей промышленной базы. Потому что в том законопроекте идет речь об помощи Украине, помощи Израилю. И также финансирование индустриальной промышленной базы США. То есть США самих нужно перевооружаться и обновлять вооружение. Ну да, посол Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова сказала, что до Рождества есть все шансы, что все-таки этот вопрос будет закрыт. И вот этот шантаж со стеной, не со стеной, укреплением границ, все-таки он дойдет до какого-то логического завершения. Спасибо вам, Егор, за участие в эфире. Егор Брайлин, кандидат исторических наук, аналитик, Центр исследований «Детектор медиа» был в нашем эфире. Егор, идите согревайтесь. Спасибо. Спасибо, спасибо, да.